Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, с января по июнь этого года наибольшая сумма сальзированной прибыли, то есть за минусом убытка, приходится на обрабатывающее производство – 154 миллиарда рублей. Это на 7% меньше, чем за первое полугодие прошлого года. Общая кредиторская задолженность по банковским займам составила почти 1,5 трлн рублей, из нее просрочено 40,5 миллиардов, то есть почти 3% от общей суммы. Дебиторская задолженность организации сложилась в сумме 1,2 трлн, из нее просрочено 69,7 миллиардов рублей или 5,8%. Более тысячи работодателей республики получили субсидии за наем сотрудников. Отделение социального фонда с начала года перечислило им более 141,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. По программе субсидированного найма на работу приняли свыше 3000 человек. Данную меру стимулирования занятости запустили два года назад для трудоустройства безработных и выпускников. В дальнейшем ее распространили на молодежь до 30 лет и вынужденных переселенцев, а в этом году и на участников СВО. На господдержку могут претендовать юрлицы, НКО и индивидуальные предприниматели. На каждого работника предоставляется субсидия в размере одного минимального размера оплаты труда. В Башкортостане он составляет свыше 18,5 тысяч рублей и средства на уплату страховых взносов. Такую сумму работодатель получает трижды – через месяц, три месяца и полгода после трудоустройства. В среднем общий размер компенсации составляет 60 тысяч рублей. В Башкортостане на создание образовательно-производственных центров на базе колледжей в следующем году выделят 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Назаров. По федеральному проекту «Профессионалитет» в республике создадут 14 современных центров по приоритетным отраслям. На этих целях планируется привлечь более 1 млрд рублей федеральных средств. В бюджете Башкортостана заложили свыше 600 млрд. Также продолжается работа по капитальному ремонту колледжей. Здесь многое делается. Мы в прошлом году начали реализацию программы капитального ремонта колледжей. Отремонтировали 11 зданий, создали 4 филиал-метра учреждений. В этом году уже выделено 500 млн рублей на капитальный ремонт 12 колледжей. На заседании правительства рассмотрели проект поправок в постановлении о грантах для средних специальных учебных заведений. Они предполагают сокращение числа получателей субсидий с 5 до 3 ежегодно. Размер одного гранта останется неизменным – 30 млн рублей. Таким образом, общий объем грантовой поддержки уменьшится со 150 до 90 млн рублей. Программу запустили в августе прошлого года. Колледжи могут направить средства на модернизацию материально-технической базы, создание мастерских, лабораторий. Получатели определяют в ходе конкурса. Проект модернизации производства гибкой полимерной упаковки получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Такое решение принял Инвестиционный комитет Башкортостана. Инициатор проекта – компания «Контрольный пакет», которая в ближайшее время планирует освоить выпуск упаковки для продуктов, кормов для животных. Модернизацию производства начали еще в 2019 году. Завершить планируют в 27-м. Объем к обвложению за этот период составит 1,5 млрд рублей. Львиная часть средств пойдет на закупку и монтаж высокотехнологичного оборудования, в том числе для выпуска многослойной упаковки. На предприятии появится 80 новых рабочих мест. Объем продаж в денежном эквиваленте увеличится с 1,5 до 5 млрд рублей в год. Помимо 80 рабочих мест, рост объема продаж, естественно, увеличивается уплата налогов. За 2022 год мы выплатили 37 млн налогов. В 2024 году мы выплатим уже 75 млн налогов. По итогам 27-го года общий объем налогов составит почти 140 млн рублей. Только в бюджет республики будет поступать на 35 млн рублей больше налогов ежегодно. Глава республики Радихабиров поручил правительству оказать содействие инвестору, проработать возможность подключения предприятия к централизованному водоснабжению, отремонтировать подъездные пути, сместить трубопровод местной теплоснабжающей организации. И в продолжение темы инвестиций в Бирском районе построят турбазу с хозяйством по разведению благородных оленей и лосей. Проекты бизнес-инициативы на рассмотрение инвестиционного комитета представил директор фермерского предприятия «Барская» Артур Бекбулатов. Объем капвложения оценивается в 58,5 млн рублей. Ферма работает с 2008 года. На территории площадью 274 гектара расположены вольеры и поголовье животных на сегодняшний день насчитывает более 160 особей. На новом земельном участке инвестор планирует построить турбазу на 20 мест. На территории возведут 4 гостевых дома, банный комплекс, столовую. Кроме того, в планах создание водоема для рыболовного хозяйства. База будет оснащена всеми необходимыми бытовыми техническими устройствами, отвечающими самым современным требованиям комфорта. Также обществом запланировано оказание услуг по организации экскурсий к вольерному комплексу на снегоходах, квадроциклах. Во время экскурсии к вольерному комплексу будет возможность поближе ознакомиться с его обитателями, благородными оленями, бетнистыми оленями и лосями. Также вблизи увидеть процесс жизнедеятельности, в естественной среде обитания, а также поучаствовать в их кормлении. По итогам обсуждения проекту присвоили статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Администрация Сибирского района также окажется в действии в оформлении земельного участка. Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на РБК.